ой я ехал 100 километров в час совсем не почувствовал этого смотри там одинокая лодка привет друзья с вами зажигалочка это мой пятый фильм про наши двухдневные выходные в норвегии сегодня мы продолжаем поездку по живописной дороге номер 7 вниз самого большого высокогорного плато в северной европе в сторону города бергена великолепная природа здесь впечатляет электростанция живописная долина с водопадами и горами а также постройки людей в горах кажется что эти дома вообще где-то в конце света потому что практически ничего вокруг нет только дикая природа диранат фил стал самый высоко расположенный горный домик на маршруте дороги номер 7 находится 1245 метров над уровнем моря а на самой вершине горы виден тролль мы достигли самой высокой точки и теперь начинаем спуск через долину новодален в направлении города эйдферт мика говорит что ему показалось очень интересным то что здесь очень много горных озер на самом верху плато просто одно за другим вдоль дороги мы решили запарковаться и посмотреть на природу и настроение которое нас заинтересовало что это такое тут все запрещено нельзя купаться нельзя прыгать давайте пойдем посмотрим мы не знаем что это такое но это интересная конструкция в которой пресекается горная речка с левой стороны такой бассейн образуется а в том сделаны пороги кроме того вам запрещено здесь прыгать вот там фанги минерализуются они белые но на случай если вы все-таки прыгнете тут для вас приготовили спасательный круг круг интересно что это такое оно постоянно меняется возможно это уровень воды сторли это электростанция построенная внутри горы с подъездным туннелем из сторли на нижней стороне национальной дороги номер 7 электростанция использует 75-ти метровую высоту падения воды между озерами Биорейро и Сьюсен-Ваттенд муниципалитете Эйтфёрд Статкрафт это ведущая компания в области гидроэнергетики на международном уровне и крупнейший в Европе производитель возобновляемой энергии в этой компании работает 4800 сотрудников в 20 странах нам хотелось бы провести больше времени в каждой точке где мы останавливаемся но у нас только два дня и две ночи поэтому мы должны ехать вперед в машине тепло и уютно и мы с удовольствием продолжаем наш путь мы проверяем сколько у нас осталось зарядки и похоже что нам хватит доехать до Эйтфёрда представляете как трудно построить дом здесь потому что все стройматериалы вы как-то должны затянуть на гору у многих домов здесь травяные крыши может быть и нам попробовать поставить травяную крышу на свой дом мне кажется что травяные крыши так же хороши с точки зрения обороны потому что из неба они не видны практически из космоса ты выглядишь как часть земли ты выглядишь как часть земли потому что дорога была закрыта на автомашине к водопаду а эти пешком у нас было недостаточно времени тем не менее мы с радостью проехали по долине Мобедален 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 это узкая долина длиной в 7 километров на западной стороне плато Харденгервида первая дорога через долину Мобедален была построена в 1916 году она состоит из трех туннелей трех мостов включая мост Мабо и характеризуется множеством крутых поворотов сегодня эта дорога широко используется пешеходами и велосипедистами она считается хорошим примером дорожного строительства начала 20 века и кстати это было первое дорожное сообщение между восточной и западной Норвегией через плато оно было окончательно завершено в 1928 году новая дорога была открыта в 1986 году и заменила старую дорогу которая все же не была удалена новая дорога шире и имеет гораздо больше туннелей а виды по этой дороге тоже очень красивые мы тут на мосту на каменном мосту у очень больших камней и очень сильной горной воды горная речка мы проехали несколько туннелей и тут действительно чувствуется мощь гор правда в этом месте уже не так холодно вы видите какие скалы тут да ууууууу! и мы на старом каменном мосту столько звука от силы воды здесь просто восхищаетесь природой Да, смотрите. Вау! А в следующем фильме я покажу вам Эйдфёрд и деревню на берегу Фёрда, а также другие впечатляющие достопримечательности. Это действительно потрясающе! Подписывайтесь и смотрите Ваша Зажигалочка!